доброе утро друзья вы на канале юлия андрей и мы находимся в ирландии город скиберин пришел тот час ребята когда мы выбираем свой первый автомобиль сейчас я вам покажу как не нужно выбирать автомобиль в ирландии садитесь поудобнее и поставьте там авансом на лайк и поехали автомобиль в ирландии мы с женой поняли это не роскошь это просто это необходимость реально мы недавно съездили в корпус соответственно попали под все дожди и заплатили туда-назад 60 евро это 80 километров в одну сторону 60 евро вот и приехали мокрые домой и решили что все-таки автомобиль это просто вот так мне присмотрелся паркетник nissan qashqai 1.6 двигатель 2007 года значит находится он в дубле мы созвонились хозяином договорились юля мне взяла билеты в дублин буквально вчера вечером юля находит другую машинку чуть-чуть ближе это город waterford вот это продается дают королла версия это какой-нибудь небольшой минивэнчик и коробка у нее автомат вот так ну и соответственно жена меня начинает на автомате я тоже буду ездить твой qashqai механический в общем на билеты тоже куплены я уже договорился еду город пор это наш скажем так областной центр а с горка нужно уже не автобус на дублин и пишу думаю напишу к этому хозяину дает и королы что мы созвонили все нормально после чего можно срочно приезжай смотри короче говоря я на этой же станции нашел автобус на waterford запрыгнул и сейчас едет waterford так что дублин не сегодня ребят вообще человек сказал что занимается автомобилем и у него там их не одна такая вот подобная на автомате есть хороший вариант короче едем выбирать автомобиль да Субтитры подогнал «Симон» 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 Дитская площадка же Круто у вас, ну слушай, детская площадка есть даже. Есть даже футбольное поле, корты. Ничего себе. Но ребята сами себе отапливают, покупают дрова, платят за электричество. Сами себя кормят. Теннисный корт, футбольный поле. Короче, с одной стороны плюсы, с другой минусы. Теннисный корт, детские площадки. Смотрите, океан, ребята, океан. Ну вот так живут наши люди. А вот и первая машинка. Что-то здесь с крылом. Бампер вылез. Резина лысая. Да, резину надо все менять. Это да. Тут, конечно, позачуханные. Ну вот такая вот машинка. В общем. Тут она открыта, да? Старт-стоп. Ну автомат. Как жена хотела. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И три ряда сидений. Так, 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 так. Интересно. Ясно. Так, ребят. Ну вот еще вот такая вот продается. Ой, какие же они все, блин, за чипами. Ну по моим меркам, конечно. Хотя салон нормальный. Ну помыть ее, да. Но она уже подороже. Тут уже за нее 3 700 хотят, кажется. И вот этот вот. Сейчас. Еще. А, вот этот вот еще. Завели ее. 1.9 трактор. Три ряда сидений. Ренот Сценик. Ну, я не знаю. Ну, такое ощущение, что в салоне тут... Что они тут возили? Какая-то какая-то вязаная. Боже, вибрация такая по кузову. Прям. Слышно? Даже не читает. Ну, зато панорамная крыша. Не-не-не, это трактор. Не-не-не. Не хочу. Не хочу. Тут уже это... Ралка растет. Чувствую, зря приехал сюда. Ой, зря. А, вот смотрите. Понятно, да? Ну, еще вот эта есть одна. Последняя. Мне кажется, она самая свежая. Nissan Note. Ну, вот она как-то выглядит. Плюс-минус. И тоже автомат. Мне кажется, она самая дорогая будет. Посмотрите, какие эти бампера здесь. Все понятно. Ну, резина нормальная. Диски нормальные. Такой высокий креденс. Наверное, сантиметров двадцать. А то и больше. Сзади барабаны. Руль убитый. Блин, в машине запах как будто... Шу. Что-то тут... Сырость. Так, а еще, ребят, смотрите. У них... Это год рождения автомобиля. Дублин. Ну, это номер. И номера в Ирландии не меняются. Этот номер на всю жизнь. Багажник нормальный. А это сколько? Ну, не все в пределах так где-то. Тоже так. В пределах так. 3600, 3700. Точно не знаю. 3600, 3700. А это бензин, да? Это бензин, да. Экономная в общем. 1,6? По-моему, 1,8. Не, ребят, не, не хочу. Ну, такие уже, ну, просто... Ну, дрова. Ну, ладно, то такое. Не с первого же раза покупать машину, правильно? Смотрите, какие домики здесь. Народ живет, да, вот. Океан. И у всех такие домики. Ну, мне сказали, что это как бы... Ну, как бы летний отдых. Сверхоландцы сюда приезжают на лето. Заселяются. То есть они не приспособлены для такой зимней жизни. Поэтому, конечно, наши тут топят. Дрова покупают. Вред за электричество до хрена платят. В общем, ну, все равно классно. Ну, что вы скажете? Напишите, что вы скажете. Черт. Ну, настолько она уже вся... Как бы, я не знаю, видно, не видно, но она как-будто сжевали. Вот реально. Вся пожеванная, пожеванная. Тут пожеванная. Салон такой. Вот. Здесь вот. Они говорят, что ирландцы на это внимание не обращают. А для них это нормально. Да не правда. Я вот видел у нас в скибарине. У всех нормальные ухоженные машинки. Резина полностью лысая. Это сразу. Долларов. Долларов. Двести, триста. Что-то он говорит, руль бьет в этой машине. И что? Что она его бьет? Я ж не знаю. Может там развал схождения. Может там нужно рулевую менять. В общем, кот в мешке. Ладно. А я буду ехать в этот городок. И поеду дальше. Домой что ли. Ну и снова здравствуйте. Ну собственно говоря, ошибка была в данной ситуации в том, что ну вот так вот поехал наобум в этот Ваттерфорд. И ну как-то вот, скажем так, неподготовлено. И туда-сюда съездил. Потратил почти 100 евро. Ну ничего, собственно говоря, нормального там не выбрал. И уже прошло почти две недели с этого момента, как я ездил. И автомобиль мы купили. То есть он у нас уже есть и все нормально. И кстати, мне вот интересно будет, угадаете где наш автомобиль. Я сейчас на парковке нахожусь. Ну это понятно, это сразу видно дорогой. Вот. Раз. Шкода два. Пежо три. Форд четыре. Тойота. Рено. И маленький Ярис. И просто ради интереса напишите в комментариях, как вы думаете, какой автомобиль мы купили. Ну, угадайте, не угадайте. Вот. А я пока буду рассказывать дальше. Значит, когда я приехал домой, начал выбирать снова же на сайте. Ну и уже более подробно общаться с продавцами и стараться искать что-то поближе. И, ребят, я нашел продавца, который занимается автомобилями в Ирландии. И он грузин. Это вообще было так интересно. То есть я автомобиль нашел в Фейсбуке и просто написал продавцу на английском, понятно. А он, наверное, зашел ко мне на мой профиль в Фейсбуке и пишет мне на английском. «Тебе нравится Грузия? У меня там картинка Грузии». А я ему пишу «Да, я там жил, там семь лет почти». А он пишет «Я грузин, но живу в Ирландии». И мы созвонились. И я ему говорю «Камар Джопа, Рого Роха Биджу». В общем, он загрузил мне автомобиль. Он ехал по делам в наш город. У него трейлер. И он загрузил мне автомобиль на трейлер. И говорит «Я все равно туда еду. Я могу тебе привезти, показать. Не понравится, не проблема. Я уеду с ним. Если понравится, заберешь». И он ночью приехал ко мне сюда, в наш город. В этот же день. Спустил машину с трейлера. Мы проехались, посмотрели туда-сюда. И мы ее купили. Так, ну что, момент истины. Вот ключики. Смотрим. А? Ха-ха-ха. Да, да, да. Вот она. Наша машина. Peugeot. Ну, смотрите, ребят. Помните, я рассказывал. Автомобиль 2011 года. Вторая буква «Си» – это «Графство Корк». Это 407-й Peugeot. 2 литра дизель. Самое важное, при покупке, обращайте внимание, чтобы был НСТ. НСТ – это тихосмотр. Вот. И у нас тихосмотр до 29-го числа, 11-го месяца, 23-го года. То есть, на год, ребят, тихосмотр был пройден 3 недели назад. Вот. Это самое важное. Дальше. Страховка. Ну, это каждый себе оформляет на автомобиль. И такс-ровод. У нас была некая проблема, потому что такс-ровод давно не оплачен. Но мы это уже все оплатили. Автомобиль, значит, резина нормальная. Я на нем уже проехал вчера в Корке назад. То есть, 200 километров практически. Вот. Кстати, для меня было открытие, что багажник в Peugeot открывается. Вот, смотрите. В нолик нужно нажать. Ребят, огромный багажник. Просто неожиданно большой багажник. Тут есть ниша, аптечка, огнетушитель. Там какие-то ключи можно. Значит, здесь запаска. Ключи все есть. Вот представьте, у нас в Ирландии мороз. Ночью было 3 или 4 градуса. В общем, уже достали кресло для Ваньки. Надо менять. Оно маленькое. Ванька вырос. Что-то там. Я хотел ее помыть, но в Ирландии в связи с морозом мойки не работают. То есть, я приехал вчера или позавчера на мойку. У нас просто мороз уже 3 или 4 дня. Так, ну что, давайте по автомобилю. Быстренько. 295 тысяч пробег. Солнце светит, конечно, неудобно смотреть. Ну, понятно, коробка механика. Тут 80, наверное, процентов. 90 процентов автомобилей. В Ирландии это механика. Что мне понравилось в этом автомобиле, ребят. Что, ну, очень ухоженная по сравнению с тем, что я видел. Когда выбирал. То есть, она не затерта. Даже она и проехала там 300 тысяч. Но руль, салон. Как-то вот все. Вот она сейчас работает. Ну, мне кажется, тихо. Как для дизеля. В общем, нормально. Магнитола. Понятно все эти. Здесь есть круиз-контроль. Здесь есть ограничитель. Я вчера ехал в корк и выставил скорость. Потому что на большинстве дорог 80 км ограничение скорости. То есть, оставляешь просто 80 км и она тебе больше не дает. Как бы ты не давил газ, больше ты не можешь поехать. Дальше. Здесь есть управление музыкой. Здесь есть вот такая штука. У меня такого никогда не было. Но, в общем, вот микрофон. Вот. Надо разобраться. Можно звонить с автомобиля. Бардачок. Климат-контроль. Блокировка детей. Блокировка, понятно, салона. Ну, музыка. Флешки нет. Ну, есть флешка. Но такая вот. И такая. Не очень удобно. Я не знаю. Это типа мини-компьютер показывает температуру. Можно тут много чего повыставлять. Автомобиль очень экономный. То есть, в среднем 5, максимум 6 литров на 100 километров. Вот. По трассе, думаю, можно литра 4,5. Ну, если ехать там около 100-110 километров. Значит, в чем у нас были нюансы с этой машиной? Тут продажа автомобилей, покупка, продажа происходит очень просто. Ни каких тебе МРЭО, никаких тебе... Ну, ничего. Просто взяли на капоте ночью. Он вписал. Там такой есть бук, локбук, кажется. Локбук называется. Такая бумажка, которая вот идет с автомобиля. Вписывает ваши данные. Дальше вам отрывает такой отрывной, типа талончик. Отдает. Он уехал на своем трейлере. И на следующий день он обязан этот заполненный бланк, локбук, отправить в это министерство транспорта. И там уже они делают перерегистрацию. И нам отсылают такой же точный локбук. Когда продаваем автомобиль, тоже вписать данные нового покупателя. Мы на следующий день решили делать страховку. Оплатить налог Tax Road. Но, ребят, чтобы оплатить налог Tax Road, нужно иметь страховку и нужно иметь ПИН. Код автомобиля. То есть у автомобиля есть ПИН. ПИН это номер, который генерирует программа. Она связана с автомобилем и с продавцом. То есть он подвязан к налогам. И, в принципе, можно было бы оплатить это Tax Road по старому ПИНу. Но этот ПИН указан на том листике, который отсылает бывший, скажем так, уже хозяин Министерства транспорта. И я не знал, что этот ПИН на титульной стороне этого, блин, локбука. Понимаете? То есть я сделал фото, то, что мы заполняли. А титульную сторону я не сфотографировал. Поэтому мы остались без ПИНа. И нам, чтобы оплатить налог, нужно было ждать, когда придет к нам уже заполненный новый этот локбук. Вот. Поэтому неделю машина стояла просто на парковке. И ждали. Мы ждали документы. Дальше мы решили оформить страховку. Но со страховкой тут все непросто. Очень все непросто. Есть куча нюансов. То есть вам, чтобы подтвердить свое безаварийное вождение в Украине, нужно там, ну, в общем, получить справку. Но можно сделать это через брокера. Там, получается, дороже, где-то на 200, может быть, 300 евро. Ну, плюс-минус, да? Но это без, скажем так, без рисков. А если вы сами пытаетесь оформить страховку, то там есть определенные нюансы. Ну, это у меня Юля занималась. Она у меня как юрист и все это в этом разобралась. И нам Альянс предложил страховку 560 евро на год на два водителя. То есть и я, и Юля, мы можем ездить на этой машине. И нам сделали страховку. В этот же день, как нам сделали страховку, мы купили себе этот такс-ровод. И, в принципе, теперь мы ждем эти диски, которые мы туда вставим. Ну, там нашу страховку и оплаченный такс-ровод. И все. По большому счету, мы уже можем ездить на этой машине. Мы так и сделали. Мы вчера ездили в город Корк. Вот. В базе мы уже везде есть. Все наши данные. То есть, ну, просто ждем эти бумажечки. Есть много нюансов при покупке автомобиля в Ирландии. И не так сложно купить автомобиль, выбрать, как сложно все это оформить. Ну, в частности, страховку. И вот обращайте внимание обязательно. Смотрите, чтобы автомобиль был старше хотя бы на данный момент 2008 года. Ну, 2008 и дальше. Но, опять же, перед тем, как вы покупаете автомобиль, позвоните в страховую компанию хотя бы. Потому что автомобиль, если был в аварии, то страховые компании не хотят его страховать. То есть, это уже считается, ну, проблемная машина. У автомобиля должно быть как можно меньше владельцев. Понятно, да? То есть, 5 и 6 и больше это уже не очень хорошо. Есть сайт по этому TaxRoad по налогу. Туда можно вбить номер машины, который, я напоминаю, не меняется. И вам просто покажет сколько, какой налог на этот автомобиль. Потому что я выбирал автомобили, были налоги и по полторы тысячи евро в год на автомобиль. То есть, опять же, все зависит от автомобиля. От объема. От того, какой он проблемный был, не был. Даже от марки автомобиля. Поэтому проверяйте по страховой, проверяйте по TaxRoad. Потому что купите машину за 2-3 тысячи евро, а у вас налог будет полторы в год. Ну, понятно, да? И, конечно, очень важно NST. То есть, техосмотр. Желательно покупать автомобиль, у которого, ну, вам не нужно будет еще думать про техосмотр. Ну, хотя бы, минимум 3-4 месяца. Вот у меня, например, на год есть техосмотр. То есть, я могу просто... Потому что пройти этот NST, это тоже, ну, определенная сложность. Понимаете? То есть, там проверяют все. Опять же, если вы берете автомобиль, который только-только прошел NST, то, в принципе, есть уже какая-то гарантия, что его проверили, и что он, ну, беспроблемный в плане техническом. То есть, там подвеска, резина, двигатель, выхлопы. То есть, все нормально. Она будет еще ездить. Так, ну, в этом автомобиле, на самом деле, есть определенные нюансы. По кузову стоял аккумулятор 55 Ач. Когда немножко похолодало, оно уже еле-еле заводилось. Поэтому я буквально позавчера пошел в магазин, купил новый аккумулятор на 75 Ампер за 80 евро, кажется. Да. И поменял. Вот. Ну, а так, в принципе, все нормально. Машина едет отлично. Ну, к механике я уже привык. К правому, к левостороннему движению я уже почти привык. Хотя, периодически съезжаю на свою, на правую полосу. Ну, жена сзади сидит, она меня поправляет. Вот. А так, все нормально. Дай бог будет ездить. Самое интересное, сколько она нам обошлась. 2200 евро. Вот. Налог мы заплатили за полгода 220 евро. И страховка нам обошлась 560 евро на год за два водителя. Итого, ну, плюс-минус 3000 евро машина с оплаченными налогами и с техосмотром на год. Ну, это наша первая машинка в Ирландии. И, скажем так, уже немножко начинаем понимать, как-то что происходит. Может, что-то забыл. Вы пишите в комментариях, в общем, какие у вас есть вопросы. Мы с удовольствием ответим. Вот. И спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте нам там лайк. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих наших видео на нашем канале. Все. Пока.